Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Когда мои гости обнимают людей, они исцеляются. И вы не ослышались. То же самое исцеление. Она пошлет через телевидение сегодня, так что приготовьтесь к этому. Но существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Я должен признаться, что очень взволнован сегодняшним шоу. Иван Этия родилась в Египте, выросла в Австралии. Когда она заговорит, вы услышите Египта-австралийский акцент. В шесть ты испытала первое чудо? Да. В шесть лет я упала с трехэтажного здания. На что ты упала? Я упала на твердый снежный покров. Трехэтажное? Трехэтажное здание. Это было ужасно. Я лежала на спине, мне было очень больно. Но пока я падала, случилось что-то чудесное. Я была окружена ангелами. Я помню, как они выглядели. Они были как я. Это не были огромные ангелы. Они держали руки, образуя круг и свет славы исходил из них. Когда я приземлилась на спину, несмотря на боль, которую я испытывала, я всем говорила, что только что увидела ангелов. То есть то, что я видела, увлекло меня больше, чем боль в моем теле. Потом, конечно, я попала в больницу. Все стало более реальным, когда я там оказалась. Мне диагностировали перелом позвоночника. Врачи говорили моим родителям, что на следующее утро я умру, потому что есть большая вероятность кровоизлияния в мозг. Более того, они сказали, что у меня уже был отек мозга. Врачи добавили, что если я выживу, то я буду парализована от шеи до ног, что я никогда не смогу ходить, потому что позвоночник поврежден. Но мой дедушка, верующий служитель, он не принял этот диагноз и все прогнозы врачей. Я помню, как он сидел рядом с моей кроватью, и он плакал и молился. Это все, что нужно для исцеления. Просто молитесь Богу, и Он сделает для вас что-то. Присутствие Бога чувствовалось в комнате, и на следующее утро я все еще была жива. До этого моим родителям говорили, что они должны готовиться к похоронам, что все идет именно к этому. А утром все удивлялись, что я все еще жива. Это очень воодушевило моих родителей и моего дедушку. Они продолжили молиться, и присутствие Бога так и ощущалось в палате. Я чудесным образом полностью исцелена. Со мной все в порядке. Когда тебе было всего семь лет, на твоих глазах представьте себе семилетнюю девочку, которая видела, как ее дядю, который любил Бога, убили. Да. Мне было семь сид, и на улице, где мы жили, была мечеть. В тот день имам произносил свою проповедь, и он сказал, что к концу дня он хочет получить кровь христиан. И вот все они вышли из мечети с палками и ножами. И в конце того дня мы потеряли многих верующих из нашей деревни, включая моего дядю. Он пришел на нашу улицу, чтобы забрать свою жену, которая была беременна. Когда я прибежала к нему, он лежал на земле, и он уже был мертв. Тогда я была подавлена, я была просто сломлена. Я очень злилась на Бога. Я спрашивала, почему это случилось со мной. Я думала, что Бог позволил все это, но ведь Бог добрый. Как такое могло быть? Я не могла понять, как соединить эти два факта. Но благодаря Божьей силе я получила благословение. Позже Бог показал мне свою силу. Он сказал мне, что Он хочет, чтобы я полюбила мусульман. Он хочет, чтобы я отличала мусульман и ислам. Ислам – это тьма, а мусульмане – это жертвы. И Он хотел, чтобы я их полюбила, потому что Он хотел использовать меня в этих встречах. Это было удивительно. Я этого совсем не ожидала. Знаешь, что мне кажется удивительным? Ты видела так много чудес. Они происходили даже с тобой. Но ты все равно до конца не верила, что Божья воля в исцелении каждого. Это касается, кстати, и вас. Если вы верите в исцеление Божие, но не верите, что воля Бога в том, чтобы исцелить каждого, и вас тоже. Божья, услышьте, вас. Что ты скажешь об этом? Да, Сид, я выросла в церкви. К сожалению, я никогда не видела чудес. Никогда. Меня учили, что Иисус исцеляет, чтобы доказать, что Он Бог. А теперь у нас есть Библия, и нам больше не нужно исцеление. С этим я выросла. Я была озадачена, читая Библию, и я знаю, что многие люди тоже были озадачены. Когда мы читаем Евангелие от Марка, 16 главу, там ясно написано про верующих, которые возложат руки на больных, они будут здоровы. Я была верующей, но я этого не делала. Я с этим выросла, и когда со мной произошло чудо, я просто подумала, что Бог может сделать что угодно. Но я не думала, что это Его воля в исцелении. Я думала, что Бог не заботится о наших телах. Бог заботится о нашей душе, например, чтобы вы были спасены, а тело — это всё материальное. Он не заботится об этом. До тех пор, пока Он не показал мне противоположное. Первое доказательство я получила, когда у меня была болезнь кожи. В течение целых трёх лет я страдала от этого. Врачи не могли тебе помочь? Нет. Я обращалась к каждому врачу. Я использовала все возможные лекарства. И вот я поняла, что ничего мне не поможет. Один врач сказал, что он не знает, где я заразилась этим вирусом. Но из-за него у меня выпадут ногти, и, к сожалению, он буквально съест мою кожу. В буквальном смысле. Я думаю, что это очень ужасное зрелище, когда могут выпасть ногти, и кожа будет изъедена язвами. Фу. Да, именно так. Это всё произошло, когда я только крестилась Святым Духом. Я села в свою машину, и я говорила с Богом. Я люблю это делать. Итак, я сидела там, в машине, наслаждаясь присутствием Бога. Бог хотел, чтобы я чувствовала Его присутствие. И когда я молилась, Он заговорил со мной. Сказал, что исцелит, а я сделала вид, будто не слышу. Почему? Потому что я испугалась. Я очень испугалась. Потому что если бы исцеление не произошло, это бы пошатнуло мою веру. Я была в очень хорошем духовном состоянии. Я только что получила крещение. Какой же дьявол коварный. Продолжай. Да. Бог просто проигнорировал то, что я сказала. И Он сказал, что хочет, чтобы я отсчитала семь дней с того дня. И в эти семь дней я буду исцелена. Я достала телефон и начала фотографировать свою кожу. Я сказала, Господи, исцели меня. Просто исцели. И вот прошло семь дней, Сид. Семь дней. Я проснулась утром. Я знала, что что-то случится, потому что моя кожа менялась. Я была абсолютно полностью очищена. Вы с мужем были на конференции, посвященной исцелению, которую проводил гость нашей программы, мой хороший друг Рэнди Кларк. Расскажи, что случилось с вами там. Я очень мало знала об исцелениях. Все, что я знала, это если Бог приходит, Он касается тебя своим огнем. Когда я увидела в интернете рекламу этой конференции, я поняла, что получу там прикосновение Божье. Я поняла, что она состоится на следующей неделе. Я сразу же забронировала билеты, хотя и не знала, кто такой Рэнди Кларк. Я просто хотела туда попасть, чего бы мне это ни стоило. И вот мы попали туда. Я увидела доктора Рэнди Кларка. Моя жизнь изменилась с тех пор. Четыре дня серьезного изучения Библии. Каждое учение буквально сбивало меня с ног. Он говорил, что каждое исцеление — это воля Божья. Это первое, что поразило меня тогда. Каждое. Именно каждое. И он сказал, что будет молиться о нас, чтобы мы получили знания. Он сказал, что знания можно получить, увидев, почувствовав или услышав. Я услышала голос, который мне сказал, что кто-то в помещении страдает от боли в шее. И я сказала мужу, что я получила это знание, но, может быть, мне это послышалось. И он сказал мне, что если я не попробую этого среди верующих, то я никогда не смогу сделать этого среди неверующих. Он сказал, что я ничего не теряю, просто попробовав. И, знаете, я с ним согласилась. Я подняла руку и сказала, доктор Рэнди, я получила знания. Он попросил меня выйти вперед и поделиться этим. Я произнесла это, и вышел мужчина, который сказал, что боль в шее мучает его уже более 15 лет. Но как только я поделилась своим знанием, боль прошла. И это привело меня на другой уровень. Бог может использовать меня. Он открыл мне глаза. Моя вера возросла. В последний день конференции доктор Рэнди вызвал нас с мужем. Это было последнее, что я могла себе представить. Он не знал, кто мы и откуда. Он посмотрел на нас и сказал, Бог дает вам Средний Восток. Он сказал, что мы с мужем будем проповедовать мусульманам, и что тысячи людей придут к Богу благодаря сверхъестественной силе Божьей, что мы будем исцелять, что немые заговорят, что смерть отступит. В этот момент мы упали на пол и дрожали в страхе перед сокрушающей Божьей силой. Он сказал, что мы увидим большое возрождение. Бог говорил с тобой, и что Он тебе сказал? Он подтвердил то, что сказал Рэнди. Я хочу кое-что рассказать, потому что со мной произошло что-то особенное до этого события. Прямо перед конференцией доктора Рэнди Кларка мы с мужем были приглашены на конференцию в Малайзии. Моя мама была тогда больна, ей требовалась замена плечевого сустава, а я хотела оставить детей с ней на время конференции. Она сказала, что не сможет с ними сидеть, потому что на этой неделе у нее должна была быть операция, и никто не сможет перенести ее. Итак, я позвонила в больницу и просто молила их, чтобы они перенесли дату операции, потому что мне нужно ехать в Малайзию. И они перенесли. Когда мы были в Малайзии, там был мужчина-мусульманин после тяжелой аварии. Он был полностью покалечен и не мог вылечиться. Он и его семья услышали о конференции и хотели молиться. Бог исцелил его. И когда он был исцелен, каждый член его семьи пришел к Иисусу. Я поняла, что исцеление – это большая часть евангелизации. Если пользоваться этой сверхъестественной силой, то можно легко и просто завоевывать целые нации. Когда я вернулась домой, моя мама тоже была исцелена, потому что я попросила Бога, чтобы Он исцелил ее. Я пообещала Богу, что посвящу свою жизнь служению исцеления, если Он исцелит мою маму. Я сказала, что это будет знак, что это сила исцеления от Него. И вот я дома, а мама исцелена. Но послушайте меня. Самое удивительное, что Иван с мужем создали свою домашнюю церковь, где происходят настоящие чудеса, такие как исцеление от рака. Появился человек, который пригласил их с мужем на телевидение, где они смогли достигнуть тысяч и тысяч мусульман. Да. Они отдали свои сердца Иисусу Христу, и чудеса происходили с теми, кто просто смотрел их с мужем по телевизору. Когда мы вернемся, Иван научит вас, как можно испытать любовь Бога, которое, по мнению самой Иван, является самым большим оружием против болезней, всяких болезней. И вы получите эту любовь и будете исцелены. Поэтому ожидайте. Если эти времена не кажутся вам сложными, тогда вы не понимаете, в какое время именно мы с вами живем. Иван попала в аварию в 1998 году и получила откровение, когда Иван поделится с нами этим откровением. И когда в конце нашей программы Иван с мужем будут молиться, вы обязательно поймете, почему все обернулось хорошо. Верно. Я попадала в аварию много лет назад. Когда я получила крещение Святым Духом, я исцелилась от многих болезней, включая и эту. Я находилась в фрустрации, потому что я не понимала, что я делаю неправильно, потому что со мной происходило много подобных случаев. После той аварии у меня была непроходящая боль в копчике. Я была зажата пятью машинами на хайвее. Это была очень крупная авария. Я не могла ухаживать за своими детьми, это было ужасно. И я не могла исцелиться, и была во фрустрации, не понимая, почему боль не проходит. И однажды я молилась и сказала Богу, «Боже, Ты знаешь, что я люблю Тебя за все, что Ты сделал для меня. Я очень устала от этой боли, но я все равно люблю Тебя просто за то, что Ты есть». И я помню, как Бог сказал, «Хорошо, потому что это то, чего я хочу». Я начала молиться, и когда я молилась, то пришло выступление, и там я увидела Иисуса таким, какой Он есть. Там были духовные объятия, я рассказывала мужу, что там даже были духовные поцелуи. Он будто говорил мне, что любит меня такой, какая я есть, а я говорила Богу, что люблю Его. И я даже не поняла, как оказалась в другом месте. Неожиданно я оказалась на спине в другом месте. Я будто была на дне морском. Надо мной были волны, одновременно сильные и мягкие. После этого я вернулась в свое тело. Когда я поднялась и вышла из комнаты, я остановилась и поняла, что у меня нет больше боли. Я вернулась в свою молитвенную комнату и сказала, «Господи, это Ты исцелил меня от боли?» И Он ответил, «Да, моя любовь исцелила Тебя». «Теперь, когда Ты будешь обнимать людей, они будут исцелены. Любовь, которую Ты получила от меня, Ты будешь передавать им. Так они будут исцеляться». В тот момент я все еще не могла поверить в это или не могла понять это. И вот у нас была встреча исцеления. К нам пришла женщина, чтобы попросить об исцелении, потому что в ее церкви этого не практикуют. В конце нашей встречи она подошла ко мне, и прежде чем мы помолились, она обняла меня. И когда она обнимала меня, она начала плакать, но продолжала обнимать. Я тоже ее обнимала, но не понимала, что происходит, почему она плачет. Я спросила, все ли с ней в порядке. Она ответила, что как только она обняла меня, то тут же исцелилась. В этот момент я начала плакать, потому что поняла, что Бог был прав. Хотя я и не верила, не понимала, но это работало. И я начала говорить людям, что исцеление в Его любви. Благодаря Его любви и состраданию Он очистит нас от всех грехов. Прежде чем Иван с мужем будут молиться о том, чтобы Божья любовь, которая есть у них, была и у вас, они исцеляют людей с болезнями крови и прочими болезнями. Так вот, прежде чем они начнут молиться, я хочу, чтобы вы помолились вместе со мною прямо сейчас. Главной целью христианства является то, чтобы у вас было личное общение с Богом. Поэтому помолитесь со мною вслух. Где бы вы сейчас ни находились, и скажите, «Дорогой Бог, я грешник, и я сожалею, глубоко сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса смывает мои грехи, и я чист». И теперь, когда я чист, Иисус, я приглашаю тебя прийти ко мне. Я делаю тебя не только своим спасителем, но и Господом. Аминь. Иван, Мина. Иисус, мы любим тебя. Мы поклоняемся тебе прямо сейчас. Мы благодарим тебя за то, что ты даруешь людям. Откройте свои руки и приготовьтесь. Приготовьтесь к тому, чтобы окунуться в Его любовь. Я сейчас начну посылать ее вам. Отче именем Иисуса, мы даруем твою любовь прямо сейчас. Мы получаем твою любовь прямо сейчас. Так мы получаем любовь твою. Мы готовы дать ее вам. Приготовьтесь к исцелению, потому что прямо сейчас Его любовь смывает все болезни, страхи, депрессии, мысли о суициде. Отче, именем Иисуса и твоей силой мы исцеляем людей твоей любовью. Именем Иисуса мы исцеляем людей твоей любовью. Мы благодарим тебя, Господь. Оставайтесь с Духом Святым, пока я молюсь. Бог открывает не только духовное зрение, но и зрение телесное. Он исцеляет катаракту, исцеляет зрение. Снимите свои очки и посмотрите вокруг. Начните читать то, что не могли прочесть прежде. Бог исцеляет ваше зрение и не важно, где вы сейчас находитесь, потому что Бог исцеляет своих людей, свой народ. Бог исцеляет болезни, крови. Он делает это прямо сейчас. Все несчастья, которые дьявол приготовил для вас, Бог просто убирает, несмотря на ловушки врага. Бог проводит вас по прямым путям. Его любовь для вас прямо сейчас именем Иисуса. Примите это благословение именем Иисуса Христа. Аминь. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Мне 23 года, и я хотел поблагодарить вас за вашу передачу «Это сверхъестественно». Я слушаю ее практически каждое утро, и она вдохновляет меня тем, как вы посвятили свою жизнь поискам и проповеди истины. Я очень рад, что вы ведете эту передачу. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу которой видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Бог архитектор американской мечты. Он создал ее для всех людей. Я, доктор Дженнифер Кларк, присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске «Это сверхъестественно», и мы раскроем истинную цель американской мечты. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного Молитвенного Сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.